здравствуйте сегодня поговорим о пользе некорневой подклонки винограда золой берем оставшуюся золу там способ будет показано в другом видео у меня как это все готовится наливаем через ситечку чтобы было чистое 250 грамм золы и 10 литров воды так наливаем лучше процеживать через ситечку чтобы дальнейшем не забивался у нас распылитель данный состав золы нельзя применять другими подкорками состав которых тоже входит азот как следствие одновременных обработок подобными веществами может выделяться аммиак не рекомендуется таким способом удобрять растения в жару потому что жидкость попадающая на листья легко может спровоцировать ожоги будем осторожны рекомендовано удобрять органическим веществом листья и стебли растений не менее двух раз в сезон но везде должен присутствовать здравый смысл чрезвычайно частые подкопки принесут больше вреда чем пользы невозможно определить конкретное количество удобрения золой не знаю на каком грунте растет растение чем менее питательна почва тем чаще должны проводиться опрыскивания но везде должен присутствовать здравый смысл наполнили бак водой перемешиваем с болтиком обязательно и приступаем к опрыскиванию по ходу действий пока буду распылять поговорим и о пользе данного применения золы еще изданное вещество получаемое сжигание древесины или растительных остатков применяли в качестве удобрения повышающего плодородия почв и улучшающего урожайность многих культур состав этого продукта после сгорания зависит от качества и породы сжигаемых древесных или растительных отходов не корневая подкормка растений в том числе и винограда дает главное преимущество обогащение растения полезным веществами которые проводятся таким способом является скорость усвоения питательных компонентов зола попадая на вегетативные части растения быстрее усваивается нежели при внесении и почву залат чрезвычайно богата микроэлементами преимущественно это кальций одни из них помогает растение бороться с разными заболеваниями а другие способствуют их росту и развитию благодаря опылению этим средством листья в растении плоды формируются и наливаются в кратчайшие сроки еще одним преимуществом такого вида удобрения есть повышение уровня устойчивости растения к стрессам полезным влиянием погодных условий а также поражение вредителями в этом органическом удобрении есть множество микроэлементов необходимых для здоровья растений поэтому применение золы как удобрения так важно иначе недостаток тех или иных микроэлементов вызывает у растения заболевание мешает полноценному росту и развитию при сложных погодных условиях что это мы наблюдаем последние времена затяжными дождями или засухами подкормка часто играет решающую роль в жизни растений во время таких погодных катаклизмов теряется огромное количество полезных микроэлементов поэтому применение удобрения раствором золы по листу можно возобновить поступление полезных компонентов вегетативным частям наладить нормальный обмен веществ сделать растение менее чувствительны к стрессовым ситуациям важно не забывать что удобрение слишком концентрированным раствором это органическое вещество может привести к ожогам листьев пластин и самих стеблей поэтому нужно готовить смесь из воды и золы такой концентрации чтобы не обжечь растения еще одним нюансом удобрения этим продуктом по листу и есть соблюдение погодных и временных условий опрыскивать листья с обеих сторон рекомендуется паспом на погоду или вечером распределять смесь нужно так чтобы она попадала на обе стороны листьев пластины а также на стебель следует помнить что нижняя сторона листа лучше и быстрее пропустит внутрь попавшие на нее полезные вещества содержащиеся в растворе нежели верхние невозможно определить конкретное количество удобрения золой не зная на каком грунте растет растение чем менее питательная почва чем чаще должны проводиться опрыскивания но везде должен присутствовать здравый смысл чрезвычайно частые подкормки принесут больше вреда чем пользы будем внимательны к этому будем внимательны к несению любых удобрений для растений чтобы вместо пользы не навредить им этим же составом можно подкормить и другие огородные растения растущие на нашей усадьбе ну вот и все про не корневую зольную подкормку сказано мной надеюсь это видео было полезно кому понравилось знаете что делать если желаете быть первым просматривать мои видео то подписываемся на канал всем удачи до свидания до новых встреч на моем канале и